В США уже 560 тысяч выявленных заболевших и более 22 тысяч погибших. Это больше, чем в Италии. Но Белый дом уже заговорил о поэтапном снятии социальных ограничений, начиная с мая. 560 тысяч выявленных заболевших коронавирусом, более 22 тысяч погибших. Таковы последние данные Американского университета Джонса Хопкинса о ситуации с COVID-19 в США. По числу жертв Америка на этих выходных обошла Италию. И пока признаков замедления роста заболеваемости не видно. О ситуации в главном очаге коронавируса в США, в штате Нью-Йорк и одноименном мегаполисе узнаем у нашего собственного корреспондента Нины Вишневой. Она в прямом эфире. А Нина, приветствую, какова обстановка по состоянию на понедельник? Да, Роман, статистика сначала печальная. Пробита отметка в 10 тысяч. Более 10 тысяч человек в штате Нью-Йорк скончались от COVID-19. Всего зараженных 195 тысяч. Это в штате Нью-Йорк, в городе. 58% жителей, кто сдал тесты на коронавирус, у тех положительные результаты. Но есть положительная динамика. Положительная динамика, то есть количество смертей в течение суток регистрируемых, наконец-то пошло на убыль. Всю прошлую неделю цифры держались на уровне почти 800. 800 человек, умиравших в течение суток. Сейчас эта цифра меньше 700, что тоже очень большая, конечно, цифра, но наметилась динамика к снижению. Также, как продолжается динамика к снижению в количестве госпитализаций. В течение суток сейчас менее 2000 человек в штате Нью-Йорка госпитализированных. Также количество интубаций, то есть людей, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких, становится меньше и больше выздоравливающих. Это положительная динамика. Но власти советуют продолжать соблюдать режим социального дистанцирования. Собственно, вот это все и есть результат соблюдения режима социального дистанцирования. И предупреждают, что, возможно, вторая волна заражения. На минувших выходных губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Коума подписал два исполнительных указа. Один касается обязательного обеспечения сотрудников, которые заняты в жизни на важных сферах средствами индивидуальной защиты. И второй касается расширения тестирования на антитела. То есть есть два вида тестов. Один на коронавирус и второй на антитела. И вот это вот второе направление, это уже такое заглядывание в будущее, шаг вперед. То есть чем больше людей, у кого иммунитет, у кого антитела, тем больше народу может приступить к работе. И, соответственно, заниматься решением вопросов кризиса, в котором штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк оказались в результате эпидемии коронавируса. И об этом все чаще говорят, вот об этом шаге вперед и на ежедневном брифинге мэра, и на ежедневном брифинге губернатора штата. И вот давайте послушаем, что Эндрю Коума как раз по этому поводу сказал на своем брифинге. Большой вопрос для всех, когда мы откроемся. Люди хотят жить дальше, люди хотят выбраться из дома, устали от замкнутого пространства. Нам нужна работающая экономика, людям нужна зарплата, жизнь должна функционировать. Мы хотим возобновить работу как можно скорее, но нужен скоординированный и безопасный подход. Никто не хочет выбирать между стратегией, касающейся здравоохранения, и стратегией, касающейся экономики. Что касается антител, что касается разработок, этим в Нью-Йорке занимается несколько клиник, в частности больница Маунт-Синай. В исследованиях принимает участие 35 человек. О выводах пока говорить рано, но вот эти исследования должны пролить свет и дать ответ на многие очень важные вопросы. Например, насколько продолжителен иммунитет, возможно ли повторные заражения, тем более, что из Южной Кореи поступает сейчас информация, что идет вторая волна заражения. Вот насколько этот иммунитет устойчив. И прежде всего ученые говорят о том, что это не панацея, что необходимо исследование. И еще в параллельных направлениях, то есть необходимо делать вакцину, необходимо изготовлять лекарства от коронавируса. Ну, хочу еще сказать, что вот, например, Федеральное агентство по контролю за распространением заболеваний, Роман, CDC небезызвестный, оно ежедневно публикует рекомендации, как себя вести вот в этот период эпидемии. И я прочитала там такую интересную рекомендацию о том, что необходимо отвлекаться от новостей, поскольку большое количество новостей о пандемии, о коронавирусе могут расстраивать, Роман. Ну, не могу с этим не согласиться, хотя это, конечно, против, наверное, наших собственных интересов, учитывая, что все-таки мы рассказываем аудитории новости. Но, тем не менее, я должен сказать, что на выходных лично я, конечно, тоже отключаюсь от этого потока. Нина, все-таки, а что происходит с врачами? Мы много рассказываем о людях, оказавшихся на передовой борьбе с коронавирусом. Что они говорят о ситуации, о происходящем в больницах? Совершенно верно, Роман. Вот наше Нью-Йоркское бюро «Голосы Америки» постоянно делает репортажи и интервью с врачами, которые на переднем фронте, на вот этом вот фронте борьбы с коронавирусом. Конечно, это люди, которых сейчас принято называть героями. Себя они так не называют, но они себя просто отдают до конца вот этой работе. Но очень многие сейчас говорят, что в их жизни больше ничего не осталось. То есть вот во все сферы их жизни проник, фигурально выражаясь, COVID-19. И многие сейчас говорят еще и о том, и психологи это замечают, о том, что вот синдром эмоционального выгорания, так называемый, присутствует у нью-йоркских врачей. И это очень опасная тенденция. И вот один из материалов, и я хочу предложить посмотреть как раз на эту тему, мы делали интервью с врачом в больнице Брукдейл. Это район в Бруклине, один из самых пострадавших от коронавируса. Там одно из наибольших вообще число заражений коронавирусом. Давайте посмотрим этот материал. В этом районе Нью-Йорка сирены скорых почти не умолкают. Больница Брукдейл – одна из тех, что брошены на борьбу с эпидемией. Мы переполнены пациентами с COVID-19. Почти все, кого к нам привозят, либо с положительными результатами тестов, либо с подозрением на COVID. Я не знаю точные цифры, но это сотни и сотни. Эмми – врач отделения неотложной помощи. У нее ночные смены по 12 часов 6 дней в неделю. Когда приходится оставаться в больнице дольше, после бесконечных суток лицо, отвьевшихся в кожу масок, выглядит вот так. На днях пришла долгожданная партия новых респираторов со съемными фильтрами. Эта маска гораздо плотнее прилегает. Не знаю, слышно ли меня. Можно подтянуть по размеру головы. В Нью-Йорке по-прежнему острая нехватка средств индивидуальной защиты для медперсонала. Местные предприятия перестраивают свои производства на выпуск необходимых масок и халатов. Но эпидемия наступает быстрее. На фоне этого все острее проявляется и другая проблема – участившиеся нервные срывы среди тех, кто на переднем крае борьбы с болезнью. Я захожу в палату. Там пациенты мертвые. Мертвые тела. Я плакала всю дорогу, пока ехала домой. Водитель спрашивает, «Мэм, с вами все в порядке?» Мне кажется, люди не понимают, насколько это тяжело сейчас. Я была готова ко всему на свете, но такое очень тяжело. Это видео после очередной бесконечной смены записала одна из нью-йоркских медсестер. Соцсети полны подобных признаний. Синдром эмоционального выгорания, называют психологи, столь же беспощадный враг, что и вирус. Медработники не могут не реагировать на эту ситуацию. Одна врач, которую я консультирую, у нее маленький ребенок. Она вынуждена себя изолировать, поскольку работает с пациентами, у которых ковид. Еще до эпидемии среди врачей была высокая степень суицидов из-за выгорания. Последствия этой войны могут быть катастрофическими. В больницах открывают горячие линии для персонала, но из-за потока пациентов нет возможности даже позвонить. Я не думаю, что после этого кто-то из нас останется прежним. С этим как-то придется жить. У врачей и работников службы экстренной помощи будут серьезные травмы. У нас не хватает рук. Тот же персонал, а больных гораздо больше. Они поступают один за другим. Мы интубируем в любых условиях, чтобы спасти жизни людей. Впервые с начала эпидемии в Нью-Йорке количество пациентов в отделениях интенсивной терапии слегка сократилось, а общее число госпитализированных ниже мрачных прогнозов. Однако морги переполнены. Статистика ежедневных смертей по Нью-Йорку уже неделю держится около цифры 800. Местный морг в Брукдейл рассчитан на 20 тел. Теперь столько же умирают только за сутки. Самое страшное, говорят врачи, звонить родственникам и сообщать о смерти близких. Из-за опасений распространения эпидемии в больницы никого не пускают. В последние минуты рядом с умирающими только врачи и медсёстры. Они супергерои, делают фантастическую работу. Мы ими гордимся. Наша больница делает всё возможное. Мы справимся? С Божьей помощью. Когда? Зависит, как будет протекать самоизоляция. И ещё от многих вещей. Должен идти. В их расписании не осталось ничего, куда не проник бы COVID-19. Беспрерывные сигналы пейджеров, круглосуточные звонки телефонов, эпидемия заслонила с собой всё. Мирная жизнь, урывками. Эмми скоро заступать на смену. Первый раз за всё время она на улице, когда сирены тонут под другими звуками, тоже ставшими частью нью-йоркских будней. Нина Вишнева, Александр Барыш, Владимир Бадиков, Наталья Латухина. Настоящее время Америка. Нью-Йорк. Испытать всю тяжесть заражения коронавирусом пришлось также врачу и жительнице американской столицы, Алисон Гебрил. Она работает в сети клиник неотложной помощи. С ней поговорили наши коллеги из армянской службы Голоса Америки. В одно утро я проснулась с небольшим насморком. У меня болело всё тело и была небольшая температура. Я начала собираться на работу, пошла в ванную комнату, и тут меня внезапно вырвало. Потом началась диарея. Словом, приятного мало. Я пыталась собраться с силами, но у меня ничего не получалось, что совсем не характерно для меня. У меня годовалый ребёнок на руках, я работаю в больнице и веду активный образ жизни. Я попыталась выпить чашку кофе и после прилегла на минутку. Дальше встать я уже не смогла.